Лёшенька, с приездом! С приездом тебя! Мы тебя очень ждали! Меня или кор? Особенно коты ждали! Мы уже всё доели! Лёшик опять привёз роял-канин! Пока что только два пакета, потому что вёз столешницу для камина. Вон она лежит, отрезанную уже, да? Метр девяносто была, это ещё и полочка будет, но полка ещё в Москве, да? Да, ну извини, тащить! Вот, хорошие сеточки для тёрки. В Леруашке покупал, да? Да! Вот, они прям вот совершенно другого качества, нежели я здесь покупала. Так, что ещё? А, ещё привёз транштейны, это для полочки, для следующей. Тоже в Леруашке, да? Снимай тебе морилку. А, морилку, это для этой, для столешницы, да? Да. Это мы завтра с тобой, или когда там будем. Лёшик, ну я без тебя вскопала одну половинку. Могла бы и две! Да! Нас ждёт вторая половинка. Аня смеётся, спряталась, не хочет. Так красиво она, Аня, шапочка. Аня, может, нам продемонстрируешь? Да нет! Вот слышите? Давайте я продемонстрирую. Хорошо, что... Серьёзно, что ли? Ага, да. Вот зелёный бочек. Сусю. Сейчас вот это... Видите? Два половничка мне. Вы такое видели? Мы себе вот сейчас нальём. Это я себе налила. Это Лёшек запросил. Да? Аня, малоешка. Сколько ты ем, всё мало. Анечка сейчас это... Анечка сама служила. Сама себе. Да, сама себе налёт. Я сказала, три мало, пять много. Ага. Друзья, А семь в самый раз. Хочу сказать вам большое спасибо за ваши комментарии. Вот смотрите, у меня палец более-менее уже стал отходить. Анечка, можно сказать, готовила ужин. Я, конечно, подготовила там всё, но нужно было кое-что и жарить, и резать. Сделала отличные-отличные специи для курочки. Что здесь скажи, Ань? Куркума? Куркума, что ещё? Майонез, сушёный чеснок, ещё что-то. Ой, как же это аппетитно. Здесь сердечки куриные, и ножки, и два крылышка. Короче, это я когда бульон... А восьмые. Короче, когда я бульон делала, я разделала меня, Анютка, научила. В общем, вот такой вот борщик у нас красивый, зелёный. Ну и мы садимся ужинать. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Моня, очень вкусно. У меня банка на ура. Смотрите, что у нас здесь творится. А здесь у нас скрывается столешница. Так, вот это мне надо сразу убрать. Как же Моня любит рвать вот это всё. Вот этот картон. Да-да-да-да-да-да. Вот это нам очень-очень нравится. Да. Мы проснёмся утром, надо убирать. Лёш, я её в кираску уберу. Иначе здесь вот всё будет вот в таких лавахах. Ладно, сейчас пусть не может прозвищать. Кстати, друзья, вот открыли мы вот такие помидорчики, порезанные сливки. Здесь чеснок, лук, в общем, специи. Лёшик пробовал в Москве, говорит, очень вкусные. Ну, сейчас вот Аня тоже попробовала, говорит, мам, просто язык можно проглотить. Да, Аню, вкусно, да? Да, очень вкусно. Вот как бы мне теперь этот рецептик-то найти для следующего года. Надо всё... Аня говорит, они прям сладкие. Мне кажется, сладость это вот этот лучок даёт. Ой, ладно, друзья, всё, садимся ужинать. Доброе утро, дорогие друзья. Лёшик встал сегодня пораньше. Я сказала, в 6 часов встанем и пойдём в огород копать. Ха-ха-ха. Вот. Сейчас сделают мне бутербродики любимые. С послёновым вареньем. Здесь сыр с маслом. У Лёшика чаёк. Но у меня, естественно, кофеёк. Ой, а здесь поспели у нас... О, уже мягкие. Лёшик, как раз к твоему приезду. Ясно, ясно, ясно. Я знаю, что Лёшик любит. А ты не любишь? И я очень люблю, да. Ой, сейчас позавтракаем. И пойдём. Вчера Лёшик раскусил причину опиливания вот этого дуба. Я-то понадеялась, что соседи появятся. Наконец-то домик восстановится. А здесь, знаете, друзья, в чём дело? Вот идёт линия электропередач. Видите, да? Столб стоит высокий. И эти ветки все были, в общем, на этой линии. И не дай бог какое-то обледенение до ветер, если ветку сломит, дуб тяжёлый, оборвёт эту всю линию электропередач. Поэтому вот этот сосед, Слава, он всё это дело опиливал. Вот два дня пилил эти ветки. Вот остались макушки дуба. Жалко, конечно, но без света сидеть тоже, друзья, никто не хочет. Лёшик, а там даже наподобие солнышка, ты знаешь, выходят. Это какое-то исключение. Это, наверное, для того, чтобы ты помог мне это... Огородик вскопать, да? Ага. Ты хотела залить... А-а-а. Резать-порезала. Сейчас, я поставила в раковину, по-моему, мяско залить шпульки. Ранечка приходила, мы тут тоже посидели. Поужинали, померила шапочку. Как же красиво на ней шапочка. Ой, такая довольная. А вам, говорит, вот, фиг покажу. Я говорю, ну да, я хоть тебя сфотографирую. Нет, ни в какую, и всё. Ну, правда, красиво на ней шапка лежит? Кстати, на ней, вот, не обижайся, Алёна. Но на ней она лучше сидит, чем на тебе. Ну, во-первых, у неё волосы длинненькие, из-под неё так это... Ну и... Тебя молодит шапка, очень здорово, освежает. Я себе другую свечу. Вот, ну, а ей действительно... Наш любимый хлебушек черниговский. Кстати, почему-то никто не переименовывают, правда? Как был черниговский, так и остался. Да, зачем переименовывают? Да. Извини, у нас и... Да, не будем этого касаться, но хлеб у нас черниговский. Горячий ещё. Нет, не горячий. И горячий тоже. Полечка, кушай, моя девочка. Все уже поели, а твоя еда пока приготовится, скажи, да? Как у тебя, как эти, как... Вот, вот так. Вот так вот мы умеем. У неё над глазками, как будто это, брови такие природа создала. Кушай, моя сладкая, кушай. Ты уже такая большая. А мы сейчас пойдём одеваться в огород. Лёшек будет копать, а я буду свой палец дальше парить. Вроде бы-то получше. Посмотрим. Друзья, я там не поотвечала на ваши комментарии. Я их все почитала, не обижайтесь. Я поставлю сердечки, но отвечать не буду. Но знаете, что я их все-все прочитала, и они мне все помогли. Вот ещё надо купить мазь Вишневского, попробовать и ихтиолку. Я помню про ихтиолку, да, она очень хорошо вытаскивает. И себе на уст намотала, что надо купить алоэ и как-то посадить у себя этот столетник, мы его называли, чтобы это росло. Ну, а денежные деревья у меня в Москве. Когда это Лёшек привезёт? Ну, я бы нашла одно поставить. Вот видишь, люди писали, что денежное дерево, листики тоже вытягивают это, гной. Вот. Что, Моня, и ты пришёл? Нет, ты кушал, не ополовинивай. Там я только вот порцию шпульки сделала. Кушайте. Всё, что ли, шпуля? Это что-то удивительно. Моня теперь пришёл покушать, да? Ну, ладно, кушай. Лёшек, баночку пошёл выставлять. Сегодня молоко. Ой, ну смотри, прям, правда, солнышко хочет выйти. Ну, опять, по прогнозу, посмотрела. В семь вечера дождь. Ну, хорошо, что пусть в семь. В семь уже темень. Ну, что, Алексей Дмитриевич, готов к трудовой обороне? Да. Нет? Ну, пошли. Покажу тебе, что я сделала. Что ты сделала, я видела. Ты пока покопаешь. Ну, сегодня ещё должно быть легче, Лёш. Всё-таки день прошёл. Может, ещё немножечко это, сырость ушла. А чё ты те вилы, вот этими, як? Я, да. Ты тебе будешь? Да, я буду смотреть. Вот, видишь? Вот эта деленка, да? Да. Вот надо отсюда копать и до обеда. Ну, вот ты попробуй теми и этими. Мне теми больше понравилось. Елена Ивановна. Да. Нет, ты вставай не так. Надо встать в другую сторону, земля перебрасывается туда. Нам надо туда перебрасывать. Поэтому прямо вот на восток разворачивайся. Да, вот так. Ага. Это меня бабушка научила. Говорит, куда склон, неправильно копаешь. Сейчас тебе покажу. Лёш, я сейчас покажу тяжело на пупок. На, подержи. Выключай. Ну, что, друзья, хочу сказать. На этой стороне почему-то земля намного-намного... Потому что туда низины идёт. Вот так вот. Может быть. Намного-намного легче. Так что я думаю, что мы быстренько справимся. Вот видите, даже на вилы не так липнет. Лёшик даже вон торнадиху взял. Вот. Вилла-то хорошая, но... Когда сыра, они плохо работают. Ладно, Лёшик, работайте. А я пойду пальчик лечить. Друзья, всё-таки пошла у меня, по-моему, рожистое воспаление пошло. Смотрите, сейчас вам покажу, где камера-то. Вот, видите, вот пошло вот сюда. Ну, а здесь вроде получше. Пойду опять парить. Это я вот на пальчнике в этом ночь проспала. И вот результат. Ну, я не знала. А вы мне уже поздно сказали, что, Лена, нельзя в резине пальчик этот держать. Теперь буду знать опыт. О, Лёшик, так это ты за час всё сделаешь. Пока я палец попарю, ты уже и это... Не факт. Да факт, я вижу. Тут что тут делать. Дойдёшь до послёна, его надо выдернуть потом. Да, палки в отдельно, а послён вон туда, в эту, в компостную кучу. Ой, да, я захвачу хоть этот мусор. Вчера как и не убрала пакеты эти. Надо взять и мусорку кинуть. Всё, Лёшенька, я пошла пальчик лечить. Да иди ты! Да, я пошла. Лёша, командирова. Лёш, ну мне же твою спинку жалко. Морчит, что я показала, как правильно... Ох, сегодня надо этот мешочек берет накинуть. Как правильно копать. Ну правда, я... Вы мне тоже писали про это. Лена, не поднимай. Я знаю об этом, друзья. Если б я поднимала эту тяжеленную землю, я бы столько вчера не вскопала. Всё, иду пальчик лечить уже там поставила. Соль с судой закипели. Сейчас буду процедуры делать. Что там, Монечка? Друг пришёл, да? Ты смотришь на котика? Пришёл соседский кот. Банку обнюхивает. Чем тут поживиться можно, да? Вот этот котик с разными глазками. Вы мне писали там, Лена? Это породистый котик. Порода ванская, по-моему, так. Вот он к нам в гости ходит. Раньше к нам в туалет ходил. А теперь в туалет ходит вот туда, через дорогу. А тут Маруська смотрит, да? Что, Маруся, наблюдаешь тоже за котиком? Да, ластится. Раньше ты тоже там гуляла. А теперь всё. Да. Теперь даже и не тянет. Правда? Что, Монька, сюда пришёл? Развалилась. Маруська здесь. Шпулька здесь. Да, Шпуля? Эта гладица вообще не даётся. Да? Не любит, когда её гладят. Ну, ладно. Друзья, Алёшик там копает. А я тут с котами сижу, вяжу. Смотрите, как красиво всё-таки смотрится этот рисунок. Переделанный. Под резиночку, которая выходит 2 на 2. И ничего здесь не меняется и не добавляется. Если вязать шапку, то можно резиночку связать спицами меньшего размера и перейти на больший размер, чтобы она немножко расширилась. Потому что, когда вяжешь оран, то он, ну, сжимается полотно. Ну, а нам не нужно, чтобы шапочка, ну, как бы сужалась, да? Очень красивый оранчик. Смотрите, как этот товарищ спит. Манька. Короче, рисовала, рисовала я эту схему. И всё здесь напутала. Но надо отдать должное вот девушке, которая всё это разрабатывала. Я ссылочку оставляла на этот ролик вам. Я думаю, что вы смотрели это видео. Я поняла вообще сам смысл. И теперь, по большому счёту, я на эту схему просто чуть-чуть подглядываю. И даже с ошибками, но я смотрю уже на рисунок и уже как бы начинаю понимать, как, что, куда сделать вот эти перекрёсты. Влево, вправо сколько петель взять там? 2 на 1 или 2 на 2. Вот, так что, уже разобралась с этим рисунком. Не знаю, буду ли я вязать шапочку. Но мне осталось ещё немножко. И будет повязочка налобная готова. Не знаю, в этом ролике покажу или в другом ролике. Почему не знаю. Сейчас время час. Ну, без пяти час. А мне ещё нужно смонтировать ролик. Поэтому очень мало времени. Лёшек сходил в аптеку. Купил мне мазь Вишневского, друзья. И их телу ловую. Вот, смотрите, я сижу. Забинтовала пальчик. Сначала просто намазюкала. И, наверное, сейчас сидела просто с мазью. А потом не терпится. Хочется повязать. Хочется что-то сделать. И, в общем, забинтовала пальчик. Сижу. Вы знаете, как дёргала. То есть, работает эта мазь Вишневского. Вы мне там писали, что лево-миколь это только для ран. Да, друзья, это только для ран. Я сама вспомнила это. Я когда работала в ауди-центре, вот откуда Кузьма. Его мама, кошечка эта, которая родила Кузьму, как-то прибежала ко мне в кассу. Видимо, дралась с крысой. И крыса укусила её вот выше глазика. Вот прям надбровную вот эту вот часть. И там всё загноилось. Глаз заплыл. И я мазала ей, обрабатывала, выдавливала этот гной сначала. Потом накладывала этот лево-миколь. И ранка у кошечки очень хорошо зажила. Так что я вспомнила, да. Он хорошо для открытых ран. Ну, а поскольку рана у меня не открытая, мазь Вишневского и ихтиолка, наверное, лучше. Пока вот пользуюсь мазями, а дальше посмотрю, вы там мне рекомендовали и запечённый лук, тоже дедовский способ, и мёд с мукой. Друзья, буду пробовать всё. Если не поможет, вот сегодня-завтра, в понедельник пойду к врачу. Ну, а сейчас пойдём посмотрим, как там у Лёшика дела. Ух, витрила поднялся, однако. Похолодало, да, Лёш? А, ну тебе жарко, я понимаю. Я вчера тоже вся мокрая была. Только я ещё в ватных штанах была. Лёшик снял майку, пока ходил в магазин, в аптеку. Пришёл, перекусили. Кстати, так удобно. Делала я сырнички с творогом, заготовочку в морозилке. Ой, блинчики. Что я и к сырничке? Блинчики с творогом. Сейчас достала из морозилочки. Так хорошо мы перекусили. Лёшик, да тебе чуть-чуть осталось. Ты, бедненький, не знаешь. И лопата у тебя, и вход. Она сейчас здорово подсохнет. Да? Ну, хорошо. Ну, тут тебе буквально чуть-чуть, на полчасика и всё. Да нет. Нет? А чё нет? Видишь, я пошлён убрал. Ага, молодец. Молодец. О, нет, ветрило поднялся. Смотри, как малину. Мне ещё малину надо обрезать. Ну, тут её всего-то ничего. Быстренько пройдусь, чик-чик. Макушечки пообрезаю. Вон, как болтает малину. Ну, да, нормально так уже. Осталось вот тебе совсем чуть-чуть. Ой, надо картошку ещё пособирать. Видишь, вчера я бросала, вон, картошка валяется. Видит, нормально. Ага. Вот, ну да, тут вот тоже нужно будет. А я не знаю, разбирать вот этот динозаврик или оставить его. Наверное, надо разбирать, да? Не знаю. А на следующий год это заново поставлю. И он будет зимой. Ну, да. Ну, немножко осталось. На часок, да, на часок. На два. На два. Ну, Лёша, всё, побежала, я замёрзла. Пойду видео клеить. Вот. Да, погода меняется, друзья. Ветер сильный. Ну, как слышите, болтает. Полиэтилен в теплице. Всё, пойду я в дом. Я вышла с голыми ногами, фуфаечку набросила, побежала посмотреть. Всё, друзья, наверное, на этом буду заканчивать. Он как хризантемы болтает. Да. Вовремя мы всё сделали. Теперь душа будет спокойная. Огород перекопан. Ещё 15-го числа посажу чесночок. И на этом всё. Я ещё раз здесь посадила чесночок. Для грядочки. И вот там, где я вам показывала. Вот там, где росла картошка. Всё, друзья, я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Сетникова. Пока-пока.